ДИСКЛЕЙМЕР ДИСКЛЕЙМЕР Мы стали отправлять водичку, потому что у нас есть подозрение, что эту водичку наливают очень так же из-под крана. А вот сейчас куда мы едем, так и не наливают. А там есть вероятность, что наливают не из-под крана. А воду вообще, есть стереотип такой, что воду из-под крана бить нельзя, полоскать нельзя в Таиланде. Не, не, направо, направо сейчас. Вот, на самом деле это всё стереотип такой сложившийся. Может быть раньше, может это пошло из Индии вообще. Но вот мы сколько раз ездим уже и поняли то, что в принципе вначале мы начали просто полоскать рот из-под крана. Когда первый раз я была в Таиланде, там сказали строго-настрого в 2006 году, строго-настрого, даже рот не полоскать. Я помню, как я в стаканчик набирала питьевую воду и полоскала. Такое транжирство. А сейчас мы уже который год полощем рот из-под крана и нормально, и детям и себе уже всё в порядке. И сейчас стали готовить на этой воде, ну получается с марта месяца, и кипяченую воду пить также из-под крана. Нормальная вода, мы живём в кондоминиуме Мальдивы, нормальная вода. Даже накипи нет, в отличие от нашей. Вот, а уже пить вот так вот, ну просто холодненькой водичкой, то мы уже наливаем, вот сейчас будем наливать из этих вот специальных автоматов. и вам покажем, получается, как это делаем. Мы приехали водичку набирать. Стоит всё удовольствие 1 бат литр, получается. Максимум здесь набирают 8, по-моему, литров большую бутылку. Сейчас будем проверять. Сейчас будем проверять. Ставим сюда. Будьте немножечко. Я думаю, что это не будет, да? Что-то как-то не врушает. Так, закрываем. Обязательно закрываем. Не съехала она там? Нет. А ты думаешь, она здесь откуда-то берётся? Вон, смотри. А я потом вам раскрою секрет, откуда вода берётся. А прям куда хотите. А тут сколько мало? А sk Venezuela есть. А сколько костюню? Смотри! Смотри, смотри! Смотри, смотри! Они... Ами! Ами! Они... Ами! Смотри! Ами! А они ведаются. Они... Говорит, что она отсюда берется. Так она же не выходит из земли. А отсюда откуда берется? Сюда. Отсюда? Да куда ты едешь, подожди еще. Сюда в кост? Сюда потом. Сюда? Маня, короче, вот откуда они берутся. Вот из этих синих бочек. Которые завозится вода. Она потом, короче, фильтруется вот этим синим фильтром. Нет? Ну вот, смотри. Вот. Сколько мне надо денег сюда положить? Маня. Много потратили на игрушку конфеты. А что ты крутишь ее? Я хочу понять, сколько сюда денег. Талмач, с x? 6 литров. 6 литров? Там 5 литров. 6 литров. А, 5 бат? А, 5 бат. Оу, еееей. Ага, и все телофта. Спасибо. Так она, эта вся вода, короче, протекает. Она все идет сюда, они ее пользуются. Они ее пользуются. Маня. Так откуда, вода откуда? Вот с этих синих бочек, я так понимаю. Нет? Не мог. Могома. Ну вот она, смотри, что говорить-то. Вот, вот она пошла, вот смотрите. Вот сюда она приходит. Вон у них счетчик стоит. Короче, это та же самая вода, которую мы пьем из-под крана. Только за бабки. Так я тебе серьезно, вот смотри, я тебе показываю. Смотри, вот она пришла. Окей, смотрите, 5 получилось. А я хотела 6 положить. Дайте, налили. Оооо, сколько нового. Дай маленькому. Да не, ну она посветлее получилась. Ну конечно, давай я сейчас налью этот. Они просто фильтруют на него. Конечно, обычный фильтр стоит здесь и все. Ты представляешь, сколько народу здесь наливает воды? Да, вместе, вместе. Дай Матвею. Дай Матвею. Ты как бы подержал, а теперь он так зацунет, как будто ты зацунешь. Ну дай ему нажать, глянь. Да он нажал, нажал. Еще 10 раз. Да, чем 10 раз, а чем тратить? Так вот она, обычная вода, вот она. В синих бочках, это вот эта вода. Сложечок какой-то. Ну да. То есть они фильтруют там, куда-то все. А-а-а, я поняла. Да они как они не фильтруют. Короче, вот этот аппарат, это походу фильтр. Он эту воду прогоняет, фильтрует через себя и нагревает. А ты представляешь, сколько народу ее берет? Что там за фильтр стоит? Ну я знаю. Она точно такая же, ерунда. Вот так артезианская вода продается. Короче, а внизу, а внизу проходит этот, как его. А-а-а, теперь я вот эту воду повезу. А-а-а! Давай. О-о-о-о! Вот, что-то случилось. Судя посему, по спокойному разговору, метеорит нам любит. Вот такие вот у них кафе еще есть. Прикольные такие. Кафе на афешке. Это байки сейчас стоят, а потом вечером здесь байков не будет. Будет кафешка, музыка. И здесь сидят местные жители, которые вот наверху лазают по крыше. А вот арбузики продают на ходу. 2,50, 2,60. Так что вот смотрите, миф развенчан. Из этой же воды вон стирают, приходят. Пейте, ешьте, варите. Энтерофурил не забудьте купить. Короче, можете просто тупо прокипятить. Нет, можете просто прокипятить и все как бы. И будет вода хорошая. Вода у них вполне приемлемая по вкусу для питья. Вот после кипячения она нормальная. Смотрите, муравьи пируют. Вай, вай, вай. Сколько их тут. Ёшкин ход какие. Они пируют. Короче, едем обратно домой. Я буду одной рукой держать. Это мы без шлемов. Потому что мы на 5 метров отъехали. А так мы по городу, конечно, ездим. Все ездят на шлем. Вот и чтоб мы снимали байки. Да, снимали байки. Вот такая вот большая дорожка. Есть уже видео у нас в плейлисте, как я снимала пешком дорогу здесь до лагуны от моря. Так что, если интересно, тоже смотрите. Видео будет в подсказочке для вас специально. Сейчас у нас следующий этап. Мы хотим съездить к Раму Истины и посмотреть, и снять для вас видео, что-то интересного и как добраться. А будем заезжать сейчас через центральные ворота. А сейчас мы проедем через центральные ворота. До этого мы проехали, получается, через... Через задние ворота. Да. Сейчас покажем. Вот еще и такой отель красивый тоже, дорогой. И вот наш с правой стороны заезд. Мы что, будем купаться в бассейне? Да, будем. Ура! Наконец-то. Ну, вот такой вот у нас. Глади, там машина едет. Да, кер нам едет. Да. И легать на сайте. Пойдем в лесе. Через парковочку завезаем. У нас подземная парковка. Два уровня. Этот мы по первому едем. Как так, ладно вообще. Даже можно сказать, три уровня. У нас такой подземный мир. Где люди живут. И вот там еще будет еще одна парковка. Все. Папа. Папа. Папа, пакет, давай. 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 Он у нас уже так водит байк, что одной рукой для хранения. Одной снимает. Так вот учитесь одной рукой снимать, другой байк и еще двоих детей держать. Папа может все называться. Ешьте сосиски, папа может. И вы можете все. Главное, его вовремя яйцами, сосисками покормить с утра. Он все может. И покормили все, и пролише. Хорошо? Пока. Приехали, подписывайтесь на канал Мари Белинфон. И не забывайте, пишите письма с новым почерком. Да, и не забывайте поставить нам лайк, потому что лайки это новые видео, интересные для вас. Пока. 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 Пока.